Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот дожили мы до недели Азахеи, которая как бы предупреждает Великий Пост. Как бы такая заря встает над нашим богослужением, вот когда читается этот отрывок из Евангелия от Луки. Очень такой важный для нашего благочестия. Пошел Господь Иисус Христос и вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник моторей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. Кто не знает, кто такой мытарь? Это сборщик податей. Закхей собирал подати в пользу римлян, потому что они оккупировали вот эту часть земли и вместе с народом. И они там держали гарнизон и в Рим отправляли все то, что удалось собрать с народом. И по закону тогдашнему, если кто-то ему не отдавал подать, мытарь платил из своих, а потом имел право по закону взять у должника в четыре раза больше. Иначе в долговую яму. Это была такая тюрьма. Он был маленький человек по росту и не видел, как Христос идет. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что надлежало Христу проходить мимо ее. Так точно рассчитал, чтобы его увидеть. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Надо сказать, что мотари были в обществе израильском и иудейском чрезвычайно презираемы. Именно потому, что деньги собирали в пользу римлян, были у них на службе. Поэтому с ними никто дружбу не водил. Обходили их стороной. И даже такая поговорка возникла, если кто с кем поссорится, будь тебе как язычник и мытарь. С язычниками тоже не общались, потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Это совершенно была невозможная вещь. Мотари и язычники, они были вот на таком социальном уровне. А здесь Христос, который уже стяжал такую популярность своими проповедями, исцелениями, воскрешениями мертвых, вдруг смотрит на этого мотаря, который ведет себя как мальтишка, залез на дерево, смотрит. И Христос говорит, сегодня мне надлежит быть у тебя в доме. Выражаясь по-нашему, все были в шоке. Как к мотарю, да еще в гости. Он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Потому что каждый человек про себя считает, что он вообще очень хороший и чуть неправедник. Готов присягнуть. То, что у любого человека исповедь начинается и заканчивает таким, как я молюсь, как я пащусь, как вообще такой вот. Рассказывает, как будто на исповедь приходит рассказывать о своих достоинствах. Так что у всех очень неплохое к себе отношение. Очень сочувственное, очень такое оправдательное. То, что священник говорит, не слушают, а перебивают. Пытаешься что-то хоть заложить в голову, но это бесполезно. Что-то тарахтит, тарахтит, как старый зингер, такая есть машинка швейная. Поэтому я обычно там замолкаю, думаю, сейчас проговорит. Что ты хочешь, причастай, иди. Иуда тоже причастился и тоже не покаялся. Так что не хочешь, не надо. В церкви все добровольно. В церкви никого, ничего не может заставить. И вот те люди 2000 лет назад, они мимо этой смоковницы шли со Христом, но они такие же, как все мы. Мы ничем не отличаемся. Только есть надежда, что кто-то из нас станет христианином. Конечно, не все. Потому что, во-первых, все умные, во-вторых, все все знают. И как-то их учить чему-то. Это бессмысленно. И вот все начали роптать. Захижа, встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим». Потому что его деятельность, во-первых, привела к тому, что он был человек богатый. Я думаю, что не менее богатый по тем временам, чем любой налоговый инспектор. И еще «Кого, чем обидел, воздам в четверо». А как обидел? Ну, взял в четыре раза больше налога. Хотя по закону так полагалось. Но это опять в пользу Римлян. Поэтому очень много было просто разоренных людей. И вот он половину отдам нищим. Имел в виду тех, кого он разорил в своей деятельности. А уж «С кого взял в четыре раза, воздам в четверо». То есть вернув все. Что с ним произошло? А он покаялся. «Ой, батюшка, все время одни и те же грехи». Ну, конечно, одни и те же. Потому что не кается человек. Вот одни и те же. «А я все осуждаю». А я все осуждаю. Да, осуждай. Тебе сколько лет, сколько еще хочешь прожить-то? Долго тебе осталось вообще на покаянии? 72, ну, уже недолго. Пойдешь в преисподнюю. Потому что будет тебя судить таким судом, каким ты осуждаешь. Вот прям так. Каждая лыка в строку. Ты за каждым смотришь, каждому назначаешь. Это такое, это такое. А покаяние – это не такой он, такая она. Покаяние – это какой я. Человек кается не в грехах своей дочери, не в грехах своего зятя, не в грехах начальника на работе, а кается в своих грехах. Потому что сколько не кайся в грехах начальника, ты на это повлиять не можешь. На это может повлиять только Господь. И то при условии, если он обратится к Богу. А уж от твоего осуждения еще никто лучше не становился. А ты становишься хуже. А вот этот Закхей, в нем произошло. Вот это чудо, покаяния. И все от того, что он очень захотел увидеть Иисуса Христа. Из тех людей, которые постоянно занимаются осуждением, ропотом, недовольством, они Христа не хотят увидеть. А что они хотят? они хотят жить спокойно, весело и счастливо. и еще не болеть. Представляете, глупость какая? Особенно уже в старом возрасте хотят не болеть. Хотят здоровенькими помирить. Ехал в трамвай, закрыл глазки и умер. Это мало кто так сподобляется. Обычно нет, придется поболеть. А человек ропщет, он недоволен. Кем? Ну, Господом Богом. Эти иудеи, которые окружали эту смоковницу, они недовольны были Богом. Они даже не знали, что Бог идет мимо смоковницы. Он сам знает, что ему, когда, с кем заговорить, на кого обратить внимание, кому зайти в дом. А если к нам Христос зайдет, мы даже его не узнаем. Мы спросим, а вы, собственно, кто? А можете в милицию вызвать? Почему? А мы не хотим его увидеть. Совершенно. А увидеть можно. Господь говорит, я был болен, а вы пришли ко мне. Я был в темнике, вы посетили меня. Я был голоден, а вы накормили меня. И что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Хочешь, когда Христос заболеет, его посетить в больнице? Иди к любому больному, посети его, принеси ему чего-нибудь, что врач не отменит. Потому что не все, что приносит больному, это вообще можно есть. А иногда даже и вредно. Но ума-то нет, и время подготовиться не хочется тратить. А вот когда уходишь от больного, посмотри в свое сердце, и там такая благодать в сердце. А почему? А ты на кроватку присел, а здесь невидимо сидит Христос. От этого такая и благодатная радость. И чем чаще мы делаем дела любви, тем чаще общаемся с Богом. Чем чаще приходим в храм, тем чаще ощущаем присутствие Бога. Ну и в храме можно так себе голову заморочить, что забыли, к кому пришли. А Христос среди нас стоит и стучит в сердце каждого и хочет, чтобы мы пришли к покаянию. И вот Захей от этой милости Господней к нему, от этой проявленной любви, а любовь у него как у блудного сына, который гулял не знамо где, догулялся до такой степени, что готов был из одного карета вместе со свиньями рожки есть. Он говорит, да что же я делаю, сумасшедший. У моего отца всего полно. Даже слуги его лучше питаются, чем я. вернулся и говорит, отче, прости. А когда отец увидел, что он идет, он выбежал ему навстречу. Так и Христос увидел, что этот маленький разбойник, финансовый инспектор, залез на дерево, чтобы только его увидеть. Он говорит, сегодня же приду к тебе в дом. Тот чуть не упал с дерева ко мне, с которым никто никогда не здоровается. А когда я иду, переходит на другую сторону улицы. А он, он придет сегодня ко мне в дом. И он, в нем произошло покаяние. Такая милость Божия, она родила в нем вот этот переворот покаяния. А что такое покаяние? Покаяние это не ох и ах, ах, какой я грешник, как некая говоря, а я великий грешник. Азахей все припомнил за собой. И тут же сказал, все исправлю. Пусть жена будет недовольна, дети, куда плыло богатство, но у нее совесть пробудилась. Это великий акт. И Господь тут же его помиловал. Причем Господь сказал, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. То есть он достоин любви, он верующий человек. И спасение придет всему дому, и жене, и детям. Потому что на их глазах он стал другим, стал прекрасным человеком, добрым и милосердным. И вот в этом спасение. Спасение в чем заключается? чтобы каждый из нас из такого тряпичного бессовестного сердца мы приобретем сердце милующее. И это может сделать только Христос. если мы придем к покаянию. Тогда Царство Божие, оно приблизится к нам. И начнется у нас христианская жизнь. А да прежде того, нет. Ты можешь правила читать, можешь сухарями питаться среду и пятницу. это ни на что не влияет. Это для детей. Ну, чтобы они учились воздержанию. Сначала сухари ешь, а потом перестанешь раздражаться и всякие гневные, гнусные слова произносить. Научился там есть сухари? Надо научиться и говорить по-человечески, а не лаять, как собака на ближайших к тебе беззащитных людей, пользуясь их любовью. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот за этим Христос на землю пришел. Ходил и смотрел. В ком возревает покаяние, он его исцелял, давал зрение. Согнутых распрямлял, мертвых воскрешал, больных исцелял, даже тех, которые не могли говорить, были парализованы. А как он определял? Ну, если четверо здоровых мужиков лезут на крышу, поднимают постель, разбирают потолок и к ногам спускают, кем надо быть, чтобы твои друзья так для тебя потрудились? Значит, это был, когда был здоров, был прекрасным человеком. И они за него ходатайствовали. Значит, и по нашей молитве, если мы сами покаяние явили Господу, эта молитва, она будет обязательно, как мы говорим, услышана Богом. Бог, конечно, все слышит. Бог даже слышит, как муравейчик соломинку тащит в свой муравейник. Это все его чадо. Но любимое чадо, это вот такой заблудший человек, как мы с вами. И он хочет, чтобы мы встали на путь христианский. Но хочет он знать, что все не встанут. Ну, потому что ленивые, потому что гордые, потому что глупые, потому что не способны к обучению, потому что все время очень шибко о себе понимают высоко, хотя за этим ничего не стоит. Потому что врем постоянно. И так очень часто, к сожалению, мы так проявляем и думаем отделаться от Бога. То, что что-то не съели или то, что правила вычитали. Ну, вычитал. Попугай, коруда тоже может часть. Все правила-то он не осилит, но кусочек какой-нибудь может покричать. Ну, что бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И что, это молитва, что ли? Да это просто даже не жалкая пародия. Это кощунство. Если человек, обладая разумом, он вместо того, чтобы этим разумом вникать в молитву, он просто языком мелит. Какая вообще в том награда? Какая бессмысльность? А для того, чтобы отделаться. Не помолиться, а прочитать. Ну, это совсем другой глагол. как исповедоваться и покаяться. Это совершенно два разных действия. Исповедоваться умом и языком. Потому что, ну, более-менее следящий за собой человек, он очень много видит в себе прегрешений. Можно сказать на исповедь, но что толку? В следующее воскресенье ты скажешь то же самое. А где покаяние? И вот перед Великим Постом Святые Отцы, которые наши совершали богослужение, из которого мы вот черпаем эту премудрость, перед Постом решили Азакхеи этот случай прочитать во всех наших храмах, чтобы подготовиться. Что главное Постом это не то, что мы едим или не едим, а главное Постом это воздержание от греха, чтобы нам немножко пожить иной жизнью, жизнью покаяния, умоляя Бога, покаяние отверзи мне двери, чтобы оно открыло двери моего сердца покаяния, чтобы оно влилось туда. И чтобы мы этим постом начали изменяться, а потом это сохранили и на весь год, и на всю оставшуюся жизнь. Спасибо Господи.